Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу вас ознакомить о ситуации на Украино-Российском фронте. Самое актуальное на сегодняшний день. Вчера вам сообщил, что российские войска обстреляли пригород здесь, рядом с границей Яворов. Есть такой городок рядом с Польшей. И сейчас я вам последнюю обстановку доложу. Это как раз сделал заявление Владимир Зеленский. Это вчера было. Сегодня российские ракеты упали в 20 километрах от границы НАТО, заявил Зеленский. Вражеские ракеты, выпущенные оккупантами по Львовской области, утром 13 марта упали в 20 километрах от границы НАТО. Да, вот это как раз Яворов городок. И здесь был разбомблен штаб, где собирались эти миротворцы, или как интернациональные отряды, воевать против армии Владимира Путина. Начало сегодняшнего дня было черным. Российские ракеты и виабомбы снова били по территории нашего государства, от востока до запада. 30 ракет на одну только Львовскую область было выпущено. В результате обстрела Международного центра миротворчества и безопасности погибли 35 человек. 134 получили ранения. Там не происходило ничего такого, что могло бы угрожать территории Российской Федерации. И всего лишь 20 километров оттуда это уже границы НАТО. Да, отметил глава государства. Владимир Зеленский еще раз обратился к лидерам НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной. В прошлом году я четко предупреждал лидеров НАТО, если не будет жестких мер и буржуровских санкций против России, она пойдет войной. Мы были правы. Я говорил в течение длительного времени. Северный поток это оружие, которое ударит по всей Европе. Теперь это очевидно. И сейчас я вновь повторяюсь. Если вы не закроете наше небо, то это лишь вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на территорию НАТО. И будут, как сказать, громить и дома граждан стран НАТО. По чеклу президента Украины. Все правильно Зеленский говорит. Согласен на 100%. Идут провокации. Уже бомбят почти границу с Польшей. Страны НАТО не потерпят этого беспредела. И дадут ответ, я думаю, Путину скоро. Не начнется третья война. Мировая война, извиняюсь. Потому что все, Путин уже с Шойгу неадекваты. Они уже все, потеряли контроль. И только мысль захватить Украину любым способом. Любым. Вот сейчас как раз по информации, что может Путин использовать химическое оружие. Ну вот такая тема, что если Путин сейчас использует химическое оружие, страна НАТО вмешается в войну с Украиной, заявил Дуда. Польский лидер считает, что Альянс пересмотрит свою позицию в неучастии в боевых действиях. В общем, НАТО будет участвовать в боевых действиях. НАТО может вмешаться в войну, которую Россия развязала против Украины. По мнению президента Польши Анджея Дуда, одним из факторов, который даст Альянс и зеленый цвет, может стать применением химического оружия главой России Владимира Путина. По мнению польского лидера НАТО, в случае применения Путина химикатов пересмотрит позицию о невмешательстве, которая была ранее озвучена. Отметим, что до этого генеральный секретарь НАТО заявил, что не исключает, что Россия может прибегнуть к химатаке. Столтенберг даже отметил, что Москва ищет повод к совершению таких действий. Например, по его словам, это видно из заявлений Кремля о том, что якобы в Украине в лабораториях производят химическое и биологическое оружие, заявил генсек. Россия продолжает изобретать предлоги, чтобы оправдать свои действия. В то же время, использование химического оружия будет означать как военное преступление. Да, и вот Дуда заявил, что Путин может применить все, что угодно, особенно когда он в сложной ситуации. Он уже проиграл эту войну с политической точки зрения, а с военной тоже явно не побеждает. Польский президент отмечает, что использование оружия массового поражения несет коррективы в правила игры. По его словам, угроза в таком случае нависнет не только над Европой, но и над остальным миром. Поэтому НАТО будет вынуждена вмешаться. Все правильно, да, НАТО уже терпеть не будет, когда уже химическое оружие будет использовано и начнется война уже с Путиным. И вот сейчас НАТО как раз проводит масштабные учения далеко от границ России. Вот, они продлятся более двух недель до 1 апреля. 30 тысяч бойцов из 27 стран мира примут участие в учениях в Норвегии. Начнутся они уже в понедельник и закончатся 1 апреля. Кроме военнослужащих, будет задействовано 200 самолетов и 50 кораблей. Так, ну и вот НАТО отметили, что учения пришлись на время войны с Украиной. Будет проводиться в нескольких сотнях километрах от границы страны-агрессора. Это Россия. Поскольку они были запланированы за долгое вторжение России в Украину. Ну и теперь, да, НАТО готовится, как бы сказать, уже тоже своих воинов, бойцов уже. И будет размещать вдоль границы НАТО, я думаю, по всей побережью здесь. Границы Латвии, Литва, Эстонии и Польши. Так, сейчас я вас загрузится дальше. А, и последняя информация. Россия хочет одеть белорусов в свою форму и отправить в Украину. Да, есть такая информация, что белорусы не хотят воевать и хотят переодеть в форму российских военных сил отправить воевать в Украину. Россия разрабатывает спецоперацию, рамка которой планирует переодеть белорусских военных в форму России и отправить на войну в Украину. Сегодня на территории Беларусь разрабатывается эта операция. Часть из них отказывается белорусов воевать против Украины, но сейчас ФСБ России и те спецслужбы, которые там находятся на территории, уговаривают белорусов переодеться в российскую форму и по российским лекалам заходить на территорию Украины. Данилов подчеркнул, что украинские войска готовы к такому событию. Я предупреждаю, если мы здесь будем находить белорусов, они будут иметь такой же отпор, как сегодня россияне вместе с чеченцами. Все-все, есть такая стопроцентная информация. Всеми способами. Сначала отказались идти воевать генералы, командовать белорусские своими подразделениями. Теперь коллаборантов российских генералов в штабы эти направляют белорусские. А теперь еще хотят белорусов переодеть в российскую форму и на убой бросить в Украину. Вот такие новости, ребята. Ну вот сейчас загрузится. Так, Россия попросила Китая военной помощи. Да, у Путина уже все. Финансовый кризис и в экономике, и вооружения не хватает. Знакомы ситуации. Чиновники говорят, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Саллиован строго предъявил Китаю. Китай, что любые попытки помочь России, ну что бы, да, и будут иметь последствия. Если Китай еще вмешается, будет помогать оружием и боеприпасами, то Америка это не простит Китая. Официальные лица США, знакомые с историей, рассказали издание, что Москва обратилась в Китай за военной техникой и помощью через несколько недель после начала вторжения в Украину. Так, ну конечно вооружение, да, надо-то современное, и в Китае есть вооружение, там почти больше полтора миллиарда народу, вооружение-то хватает, думаю, в Китае. Ну и типа как Путин считает друга этого китайского лидера, думает, поможет, подбросит ему. Я сомневаюсь. Так, еще это издание уточняет, что еще одни официальные лица США также заявили, что есть признаки того, что России заканчивается некоторые виды вооружения. Ну конечно все не бесконечно, ракеты, все эти грады, все эти вооружения, все кончается, потому что очень много выстрелено по территории Украины, и теперь надо пополнять боезапас, вооружение, еще много подбито, танков, БТРов, там нереальные потери. Сейчас загрузится еще последняя новость. Украинская биатлонистка сменила спортивное ружье на автомат и пошла защищать Родину. Так, украинская биатлонистка Анастасия Меркушина вступила в ряды государственной пограничной службы Украины. Так, вот она девушка, автомат готовит к бою. Так, молодец, и будет воевать с российскими захватчиками. Сегодня многие известные и публичные лица оставили свою привычную деятельность и стали на защиту отчизны. В строй пограничников стала именитая биатлонистка Анастасия Меркушина, в активе которой звание чемпионки мира и Европы среди юниоров, в участии в двух олимпиадах. На полях мира в ее честь неоднократно поднимался украинский флаг. Теперь пора защищать его, говорит спортсменка. Вот, видите, даже девушки идут, как сказать, на войну с российскими оккупантами. И вот так что вот, раз уже девушки подняли, значит Украина не победила точно. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.